Мы говорим про цветок, про двойное оплодотворение и переходим совершенно к другим темам. То есть, я надеюсь, что гим. Итак, сегодня мы говорим с вами про строение цветка всё ещё. В прошлый раз ко мне поступил вопрос насчёт чашечки цветка, и мы с вами это сегодня обговорим, чтобы не было никаких больше вопросов у вас, связанных с ботаникой, связанных с покрытосеменными растениями. Итак, если мы будем говорить про строение цветка, вот прекрасный цветок вы можете видеть у себя на экране. Это схематичное, конечно, изображение цветка, и весь цветок, он в принципе у нас делится на три таких больших крупных части. Это стеблевая часть, это листовая часть и это генеративная часть цветка. Об этом мы с вами сегодня постараемся поговорить. Итак, первое, с чего мы начинаем, это стеблевая часть цветка. В ней выделяют таких две крупные части. Это цветоножка, да, разветвлённая часть стебля, на котором у нас и будет располагаться цветок. И цветоложа, это расширенная верхняя часть цветоножки, ну, соответственно, от которой у нас будут отходить и чашелистики, и лепестки, и все остальные части цветка. Я думаю, что здесь ничего сложного у нас не будет. Здесь вопросов, наверное, не будет никаких. Далее у нас идёт листовая часть цветка. Сюда у нас относятся чашелистики и лепестки. Вот про чашелистики у меня в тот раз был вопрос от кого-то из ребят по поводу того, являются лишь чашелистики видоизменёнными листьями. Значит, смотрите, если мы будем смотреть по последним ФГОСам, потому что вы знаете, что у нас постоянно ФГОС обновляется. Кстати, новые ФГОСы у нас 1 сентября входят в силу 2022 года. То есть, возможно, у нас и в биологии что-то поменяется. Надо будет за этим обязательно следить. Так вот, чашелистики у нас являются видоизменёнными листьями, которые у нас составляют внешний круг цветка. У нас существует два круга видоизменённых листьев – внешний и внутренний. Внешний круг – это чашелистики, внутренний круг – это лепестки. Значит, если чашелистики у нас всё ещё остаются зелёными, сочными, похожими на листья, то лепестки у нас приобретают совершенно другой внешний вид и совершенно другой цвет и теряют свои функции листьев, потому что вы помните, да, какой у нас функция главная листа – это у нас фотосинтез. Так вот, лепестки – это внутренний круг наших видоизменённых листьев. В зависимости от вида цветка они могут быть различных форм, различной длины и различной окраски. Мы с вами уже про это говорили. Всё зависит от того, каким именно способом у нас опыляется цветок и кто у нас является опылителем данного растения. Потому что мы знаем, что у нас не все насекомые у нас могут воспринимать какие-то цвета. Да, у нас есть цветы, которые привлекают либо своим ярким окрасом опылителей, либо своим ярким ароматом. Есть растения, которые сладким нектаром привлекают, да, зазывая к себе медоносов, соответственно, и таким образом создавая себе вот это опыление. Есть растения, которые опыляются ветром. Тогда у них совершенно лепестки будут маленькие, невзрачненькие. Эти цветы, вы помните, мы говорили, они будут в кистях состоять, то есть много маленьких цветов будет друг с другом находиться. Ну и опылителям не нужен, поэтому там особенно цветок и не заморачиваются по внешнему виду своих лепестков. Не очень хорошо сказано, но всё-таки так и есть. Да, в основном, вы знаете, обычно красивые цветы, яркие, они редко довольно-таки сильно пахнут. И наоборот, цветы, у которых, допустим, белые лепестки совершенно невзрачные, они могут очень ярко пахнуть, зазывая к себе опылителей ароматов. Например, жасмин, вы его все прекрасно знаете. У него такие достаточно крупные, невзрачные цветы, то есть обычные белые цветочки, да, но при этом особенно в ночное время усиливается во много крат у него аромат, привлекая ночных опылителей, да, всевозможных насекомых, которые у нас активны в ночное время суток. Так, далее у нас идёт генеративная часть цветка. Сюда у нас входят половые органы нашего цветка. Может быть, не очень хорошо сказано, но всё-таки так и есть. Сюда у нас входят тычинки. Тычинки, мы знаем, что это мужской половой орган цветка. Они состоят из тычиночной нити и пыльника. Мы, соответственно, про тычинки с вами поговорим отдельно, да. В пыльцевых гнёздах у нас образуется в тычинках пыльца, да. Попозже тогда поговорим об этом подробнее, да. Значит, у нас бывают обои полые цветы и разнополые, да. Это мы знаем, что это значит разнополые. Это значит, что у нас есть чисто мужские цветы, цветки с тычинками, но без пестика, и женские цветы, у которых у нас есть пестик, но нет тычинок. Самый яркий представитель – это у нас огурец, да. Мы его постоянно везде и приводим в пример. Также у нас есть женская, да, часть растения – это пестик. Это расположено чаще всего у нас в центре цветка, ну и в зависимости от того, каким именно способом у нас является, опыляется данное растение, у нас могут быть, может быть пестик как высоким, он может возвышаться над тычинками, или же он у нас может быть низким, то есть тычинки будут намного выше пестика. Это в том случае, если у нас растение самоопыляемое, да, потому что у нас, как вы знаете, пыльца должна ссыпаться куда-то на пестик, да, попадать. Значит, из чего состоит сам пестик? Сам пестик у нас делится на несколько частей, да, он состоит из рыльца, из столбика и из завязи. Это, наверное, каждый из вас помнит. Рыльца у нас интересна тем, что на рыльце выделяется у нас секрет специфический, да, такое достаточно липкое вещество, куда, во-первых, у нас попадает и фиксируется пыльца, то есть она не слетает при сильном ветре. И плюс к тому же у нас вот этот секрет на рыльце позволяет у нас пыльце прорастать. Это мы уже с вами поговорим про, когда будем говорить про двойное оплодотворение. Вот, также у нас с вами есть столбик и у нас есть завязь. Завязь – это самая нижняя часть нашего цветка, да, то есть вот она вот здесь находится, наша прекрасная завязь. В завязи у нас формируются семя зачатки, которые после оплодотворения, собственно, образуют семена. И очень часто во многих плодах, во многих сочных плодах, если мы будем говорить, допустим, про плод яблока, то мы можем, кстати, увидеть с вами частицу, оставшуюся от цветка, да, вот эта вот попочка нашего растения, там у нас остаются вот эти все отмершие части цветка после оплодотворения. Это вы все прекрасно знаете, прекрасно видели, например, когда вы мыли растения, растения, плод, простите, пожалуйста. Значит так, простите, пожалуйста, ребят, сейчас, секунду. Значит, у нас выделяют цветы с верхней завязью, с нижней завязью и с полунижней завязью. В чем у нас отличие, да, это насколько легко у нас завязь, рыльца и столбик, соответственно, отделяются от цветка. И это показывает положение нашего женского полового органа в цветке. Значит, если мы будем говорить про верхнюю завязь, вот номер один, это мы можем здесь видеть. Это чаще всего верхнюю завязь вы можете увидеть у картофеля, у гороха, у редьки, у гвоздики и так далее. Она легко отделяется и можно легко отделить, не повредив совершенно ни лепестки, ни тычинки. Нижняя завязь чаще всего у нас срастается с чашелистиками, срастается с лепестками, срастается с тычинками, что как бы усложняет доступ к завязи. Вот она здесь находится. Полунижняя завязь, ну это что-то среднее, когда у нас завязь находится наполовину утопленной в чашечку, там, как бы цветка. Ну и, соответственно, к нижней завязи у нас относятся огурцы, у нас относятся колокольчики и подсолнечники и так далее, и другие-другие растения. Так же у нас выделяют чашечку растения. Чашечки у нас бывают раздельно-листные и у нас бывают сростно-листные. Значит, раздельно-листные чашечки – это когда каждый чашелистик у нас находится отдельно. Например, если мы будем говорить с вами про землянику, например, если мы с вами будем говорить про дуванчик, если мы будем говорить с вами про яблоню или если мы будем с вами говорить про тот же жасмин, У нас будут раздельно листные чашечки. Сростно листшиеся чашечки – это чашечки, которые, собственно, срастаются вместе, образуют такой единый большой лист, который у нас будет лепестки окружать. Чаще всего, если у нас и чашечка сросшая листная, то и у нас лепесток сростно-лепестный. Сростно-лепестные цветки вы можете увидеть. Сюда у нас относятся и петунии, сюда у нас относятся и бьюны, сюда у нас относятся колокольчики. Вот здесь они такие красивые относятся, тут и показаны. Если мы будем говорить про раздельно лепестную чашечку, то, опять-таки, чаще всего, если у нас раздельно листные чашечки, то у нас и раздельно лепестные венчики у цветка. Вообще, чаще всего в большинстве случаев, если мы говорим про чашечку и про лепесток, лепестки – это вы помните, когда мы с вами говорили про схему формул цветка, их обычно обозначают в скобочках. То есть скобочки – это значит сростно-лепестные или сростно-листные чашечка и венчик. Чаще всего они сопровождают друг друга. То есть у нас не бывает раздельно лепестный цветок, раздельно лепестный венчик со сростно-листной чашечкой. Можно так сказать. Если мы будем… Вот мы подошли к прекрасной теме, мы сейчас будем с вами говорить про строение пестика и про строение тычинок. В первую очередь хочется выделить, конечно, это строение наших тычинок. Вы, скорее всего, это все… Ну, не скорее всего, вы все это проходили в школе. Как называется у нас совокупность тычинок в цветке? Помните ли вы это? Андрацей. Слышали когда-нибудь такое слово? Так вот, Андрацей – это совокупность тычинок в цветке. Собственно, когда мы изучаем с вами количество и вид тычинок, мы с вами говорим про Андрацей. Количество тычинок в цветке у нас может быть от одной, допустим, если мы будем говорить про орхидеи, и до несколько сотен цветов тычинок – это в некоторых случаях кактусы, у которых огромное количество тычинок. Также у нас большое количество тычинок, которые у нас не подсчитываются в цветке – это у нас разоцветные, помните. В формуле тычинки у нас обозначается восьмерка, положенная на бок или у нас на бесконечность, то есть у нас огромное количество тычинок. Значит, тычинка у нас состоит из тычиночной нити и из пыльника. Тычиночная нить – это у нас просто достаточно тонкая, достаточно удлиненная часть тычинки, через которую у нас поступают питательные вещества непосредственно к пыльнику. Потому что, как вы понимаете, вся пыльца, которая у нас находится в пыльнике, она должна получать питательные вещества для отделения, для созревания. Пыльник у нас состоит, соответственно, из четырех камер. И в каждом мешочке у нас находятся пыльцевые гнезда. И в этих пыльцевых гнездах у нас будут формироваться микроспоры, которые впоследствии становятся пыльцевыми зернами и участвуют в оплодотворении. Как вы понимаете, в период, когда у нас пыльца полностью созревает, она начинает тихонечко высыпаться из цветка. При малейшем воздействии на цветок, при малейшем задевании цветка, пыльца, соответственно, у нас будет высыпаться, выделяться наружу. Будь это ветер, будь это при самоопылении, когда это происходит, либо же это любое насекомое, любое животное, которое у нас задевает растение, будет на себе уносить частицы вот этой вот мелкой пыльцы, достаточно приставучей, достаточно клейкой, которая у нас на всех насекомых будет, соответственно, оседать для того, чтобы впоследствии перенестись на другой цветок. Значит, если мы будем говорить с вами про пестик, то совокупность пестиков в цветке у нас называется генецеем. Но в современных школьных формулах цветка у нас не используется термин андрацей и генецей, то есть у нас не используются латинские названия. То есть, возможно, вы слышали просто пестики-тычинки, да, там буквой Т обозначается количество тычинок или андрацей, а количество П – это количество пестиков, да, у нас обозначается, ну, как бы генецей. Это есть такая особенность. Особенность, если вы не слышали данного названия, если оно для вас чуждо, вы не пугайтесь, вы ничего не пропустили из курса ботаники, просто, ну, так скажем, в каких-то учебных заведениях, чуть выше школы, будь это колледж или будь это институт, если у вас там будет какая-то биология, ботаника, там используют именно эти значения. Так, значит, у нас пестик состоит из рыльца, я уже, да, про это говорила, из столбика, да, это средняя часть нашего цветка, она достаточно удлиненная, и благодаря пестику у нас рыльца как бы возвышается высоко над завязью, то есть рыльца выносится вверх для того, чтобы проще у нас туда попала пыльца. Ну, и, наконец, завязь. Завязь – это замкнутая, самая нижняя полая часть пестика, которая, собственно, очень сильно защищает, да, надежно защищает семипочки, которые у нас находятся внутри. Ну, и завязь, как мы уже сказали, бывает верхняя, нижняя, полунижняя. Так, что еще можно вам сказать здесь? Значит, внутри завязи у нас находится семизачаток, да, это мы с вами знаем. Если мы рассмотрим внутреннюю часть нашего семизачатка, вот такое вот изображение семизачатка, оно у нас более правильное. Не знаю, вот где у нас там будет еще изображение, подождите. Вот еще есть вот такое вот изображение семизачатка, и вот такое изображение семизачатка – это именно в ботамике пятого класса. Не всегда у нас внутри цветка семизачаток выглядит таким образом. Чаще всего он выглядит вот таким вот образом, как на данной ботанической зарисовке, и он у нас будет очень верный. Иной раз внутри нашей завязи у нас находится несколько семизачатков, два, три, шесть, в зависимости от вида цветка количество семизачатков у нас будет меняться. У нас, соответственно, простите, ребят, семизачаток состоит из ядра, или по-другому это называется, нуцеллус, да, это центральная часть нашего семизачатка. Далее у нас идет микропили, знакомое название микропили, мы это название знаем из знакомства с голосеменными растениями, да, по-другому это называется пыльцевход. Различие между голосеменными и покрытосеменными растениями вот сейчас для вас должно быть наиболее понятно, потому что, если вы помните, то у нас наш семизачаточек, можно так сказать, с вот этим вот пыльцевходом микропили у нас открыто сидит на чешуях шишек уголосеменных растений, ну и, соответственно, на микропили уголосеменных растений у нас выделяется капелька такого же вязкого вещества, которое, соответственно, вот эту вот пыльцу будет затягивать внутрь пыльцевой камеры. Если мы будем говорить с вами про покрытосеменные растения, то здесь у нас совершенно другое строение, уже внутрь микропили у нас ничего не попадет, так как данный семизачаток, он у нас полностью плотно закрыт завязью, и, соответственно, туда ничего, кроме сперматозоида или спермия, туда уже ничего не попадет, да, потому что это все у нас находится внутри завязи, хорошо защищено от повреждений, защищено от попадания каких-то ненужных нам веществ чужой совершенно пыльцы и так далее. А, но у нас, значит, наш семизачаточек, он у нас сидит спокойно на семеножке, а семеножка у нас связана с выростом в завязи, этот вырост у нас называется плацентой, и через плаценту у нас поступает непосредственно в семеножку и далее в наш семизачаток питательные вещества, которые впоследствии питают внутреннюю вот эту вот часть наших семизачатков, оно питает и яйцеклетку, и другие клетки, да, для того, чтобы у нас происходил процесс, ну, как бы впоследствии процесс оплодотворения, мегагометогенеза. Вот, не люблю это слово, оно сложное, но все-таки оно у нас существует. Итак, сейчас мы с вами поговорим про созревание пыльцы и про последующее оплодотворение. Соответственно, здесь, в принципе, оплодотворение именно покрытос семенных растений для нас это достаточно сложный процесс, потому что это не просто перенос пыльцы, пыльца у нас должна созреть, должна созреть, должна созреть у нас в пыльниках, ну, и, соответственно, какой-то должен произойти процесс, благодаря которому впоследствии у нас формируются гаметы, которые будут способствовать оплодотворению, прорастанию нашего семизачатка. Итак, если мы с вами будем говорить про микроспоргенез, вот в данном случае, да, мы его видим, вот он здесь, процесс, вот здесь у нас показан, да, то он локализуется у нас в пыльцевых гнездах, да, у нас материнская клетка делится миозом, и у нас образуются четыре микроспоры. Так, у нас образуются четыре микроспоры. Каждая микроспора у нас будет с гаплоидным набором хромосом, то есть, да, у нас единичный, не двойной, единичный набор хромосом. Каждая микроспора в дальнейшем она тоже будет делиться, делиться метозом, и у нас получается в результате клетка, состоящая из двух, как бы, с двух сцепленных клеток. Это вегетативная клетка и это генеративная клетка. Значит, чем они у нас, в принципе, различаются? Из вегетативной клетки у нас впоследствии будет прорастать пыльцевая трубка, которая у нас, соответственно, будет впоследствии развиваться из вегетативной клетки, а из генеративной клетки, как вы понимаете, у нас впоследствии будут развиваться два спермия. И здесь у нас ситуация такая, что у нас у разных растений по-разному совершенно будет вот этот процесс созревания спермиев, да, будет происходить у каких-то растений, это будет происходить еще внутри пыльников, а у каких-то растений, то есть процесс созревания спермиев у нас будет развиваться непосредственно на рыльце в тот момент, когда у нас клетка, вот эта вот, да, пыльцевая, у нас попадет, вот это пыльцевое зерно у нас попадет на секрет, который выделяется на рыльце. Так, это полбеды, да. Сейчас мы с вами должны будем проговорить про мегаспорогенез, да, то есть как у нас внутри именно нашей, нашего семизачатка у нас формируется яйцеклетка. Это у нас процесс немножечко посложнее. где-то выделяется в каких-то учебных заведениях выделяется целый урок, иногда и два для того, чтобы это пройти, но мы с вами сейчас за несколько минут постараемся это обговорить. Значит, весь процесс у нас проходит в нуцелусе, да, Материнская клетка у нас делится миозом. Я прошу прощения, Материнская клетка у нас делится миозом. Ну и у нас, как вы понимаете, это уже предсказуемо, у нас развиваются четыре клетки гаплоидные, да, содержащие, то есть содержащие только один набор хромосом. Мегаспоры развиваются в женские гометофиты. Ядро мегаспоры у нас начинает делиться, и у нас образуется восемь ядер, четыре ядра из которых у нас будут вытягиваться, затягиваться в разные полюса зародышевого мешка. В середине зародышевого мешка у нас останутся два ядра, которые впоследствии у нас сольются, и образуют у нас женский гометофит, да. Кроме еще женский гометофит мы можем назвать центральной клеткой, да. Одна из трех клеток, которые у нас расположены на полюсе, да, напротив нуцелуса, напротив микрополя у нас там будет развиваться большая яйцеклетка. И вот она будет у нас самая главная, она у нас будет ждать оплодотворения. Значит, весь процесс и весь внешний вид мы здесь можем увидеть вот на такой вот упрощенной схеме. Когда у нас происходит оплодотворение? Когда оплодотворение у нас происходит? Оплодотворение у нас происходит сразу после того, когда на рыльце цветка у нас попадает пыльцевое зерно. Пыльцевое зерно попало, и оно начинает тихонечко прорастать, прорастать под действием вот этих вот самых секретов, которые выделяются пестиком. Да, у нас образуется пыльцевая трубка, и эта пыльцевая трубка начинает тихонечко прорастать в ткань рыльца. Она выделяет тоже специфические вещества, благодаря которым у нас ткани столбика, ткани пестика начинает тихонечко размягчаться. То есть вот этот процесс прорастания из-за этого у нас происходит намного проще. Значит, как только у нас достигает пыльцевая трубка микропиля, она туда, соответственно, у нас внедряется и разрывается. Значит, вот спермии, которые будут проходить по пыльцевой трубке, они либо у нас, вот эта вегетативная клетка дозревает, генеративная клетка дозревает до двух спермиев в процессе, либо же уже если у нас процесс формирования спермиев происходил в пыльниках, то он просто попадает на рыльце и, соответственно, по пыльцевой трубке будет вниз спускаться к пыльцевой камере. Ну и, соответственно, как вы понимаете, пыльцевая трубка у нас доходит до микропиля, частично внедряется внутрь и разрывается. Благодаря этому у нас спермии попадает внутрь пыльцевой камеры. Вот для чего нам нужны два спермия? А дело в том, что у нас один сперми будет сливаться с центральной клеткой, а один сперми у нас будет сливаться с яйцеклеткой. Кто из вас помнит, для чего нам нужна яйцеклетка, для чего у нас нужна центральная клетка? Ну, из яйцеклетки у нас образуется зигота, из которой у нас впоследствии развивается зародыш. Второй сперми у нас сливается с центральной клеткой, ну и здесь у нас образуется эндосперма, который впоследствии будет питать наш зародыш, который будет прорастать в первое время именно на питательных веществах эндосперма. Именно поэтому у нас считается здесь двойное оплодотворение, потому что у нас два спермия попадает внутрь пыльцевой камеры, и два раза у нас происходит это самое оплодотворение. Ну и, соответственно, самая высшая цель любого покрытосеменного растения, как вы понимаете, это образование семени. Семена у нас образуются. Ну и, в принципе, в идеале, если... Да, с первым сородышем, смотри, спасибо большое за ответ. Ну, значит, в идеале, да... Любое растение, которое у нас дает семена, эти семена даются для чего? Для того, чтобы они у нас проросли, для того, чтобы они у нас оплодотворились, проросли, все, простите, пожалуйста, для того, чтобы они проросли. К сожалению, на данный момент у нас происходит развитие селекции, это вы знаете, да, у нас очень многие виды культур, которые мы используем с вами в повседневном питании, там, какие-то яблоки, груши и так далее. Благодаря селекции были улучшены какие-то качества, именно мякоть груши, мякоть яблока, она стала более слаще, больше ее стало. Но вот функции семени были утрачены. И так в очень многих, именно у многих видов, которые у нас прошли через селекцию, именно функцию семени, именно прорастание через семя, в какие-то моменты утрачены или проходят очень туго, сложно, и там нужно вмешательство человека для того, чтобы у нас появился зародыш, ну и впоследствии выросло взрослое растение. Это мы с вами знаем, это мы с вами все помним. Также любое растение у нас несет тоже такую функцию, пытается обеспечить для своего семени, это мы с вами говорили, чтобы у нас семя попало в благоприятную почву и намного дальше попало от материнского растения, для того, чтобы какие-то новые заселять территории. И здесь, как вы понимаете, у нас каждое растение по-своему приспосабливается. Если мы будем говорить, например, про какие-то репии, которые свои семена разносят благодаря специальным аппаратам, приспосабляющимся, которые за шерстью животных, там так далее, цепляются, так и растения, которые либо выстреливают семенами, например, если мы будем это говорить про бешеный огурец, знаете, наверное, такое растение, или же растения, которые рассчитывают на какого-то поедателя, который съест мякоть и при этом унесет куда-то на дальнее расстояние свое семечко, которое, пройдя через кишечный тракт животного, нисколько не повредится и впоследствии где-то прорастет на новой территории. Это мы с вами знаем. Так, ребят, у нас осталось меньше минуты. Мы, если нас выкинет, мы перезаходим снова по этой ссылке. И, в принципе, на данный момент мы с вами будем тихонечко заканчивать с покрытосеменными растениями. Какая главная особенность покрытосеменных растений? Как используют покрытосеменные растения, собственно, люди? Для чего вот эта вот селекция у нас вся происходит? Какое же значение, в принципе, в жизни человека именно покрытосеменных растений? Что, в принципе, благодаря развитию покрытосеменных растений у человека есть весь тот, все то биоразнообразие, во-первых, на земле. У нас огромное биоразнообразие именно растений благодаря покрытосеменным растениям. Плюс, если мы будем говорить про значение покрытосеменных растений в жизни человека, то это все лекарственные травы, это все овощи и фрукты, которые мы с вами потребляем в пищу, все это у нас благодаря покрытосеменным растениям появилось в нашей жизни. Очень многие породы деревьев дают нам также древесину именно покрытосеменных растений, которые впоследствии используются человеком для строительства, для мебели, для каких-то еще других функций, для каких-то приспособлений. То есть, в принципе, если бы покрытосеменные растения у нас на данный момент не развились, у нас бы человек, скорее всего, бы просто не появился на земле. Почему? Потому что у нас, в принципе, питательной какой-то среды для развития человека, для питания было бы безумно мало. Что бы у нас было с вами? У нас были бы мхи, у нас были бы лишайники, у нас были бы папоротники и голосеменные растения. В принципе, не так много. Тем более, что за столько лет голосеменные растения у нас практически не эволюционировали. То есть сейчас все, что у нас есть в жизни, все питательные вещества, которые мы с вами получаем, это все у нас, в принципе, что покрыты семенные растениями. Так, ну а сейчас мы с вами другую тему немножечко затронем. Да, немножечко мы по неправильной кривой с вами пошли, в том плане, что данную тему, которая сейчас пойдет, мы должны были изучать сначала. Но уже так сложилось, что мы с вами начали говорить про эволюцию, про скачкообразную такую эволюцию, про появление голосеменных растений, и там, собственно, закрутилось. Следующая тема нас заставит немножечко отойти назад. Это лишайник. Итак, что же такое лишайники? Лишайники – это симбиоз грибов и водорослей, ну и лицианобактерий. Но если считать, что во многом литературе, ну, много в какой литературе цианобактерий у нас называют синие-зелеными водорослими, то можно сказать, что в данном случае это у нас симбиоз гриба и водоросли. Наука, которая у нас изучает лишайники, называется лейхенология. Лейхенология. От слова лейхен, что значит лишайник. Если мы будем говорить с вами про общую характеристику наших растений, то здесь нужно учитывать в первую очередь это строение тела или слоевища, или талома нашего лишайника. Он здесь у нас разделяется на три группы. Это у нас накипные лишайники, это у нас кустистые лишайники, это у нас листовые лишайники. Если мы с вами будем говорить про накипные лишайники, то в зависимости от того, на каком субстрате они произрастают, накипные лишайники у нас будут выглядеть по-разному. То есть у нас могут накипные лишайники быть прямо в виде такого небольшого напыления на камнях, или же если мы будем говорить на накипные лишайники, которые у нас будут расти на поверхности деревьев, там они будут у нас уже более развитые, у них более интересные, развитые слоевища будут. Значит, вот так вот они выглядят, вот таким образом вы можете их увидеть в повседневной жизни. Если мы будем с вами говорить про кустистые лишайники, то в наших условиях жизни в городе кустистые лишайники вы в принципе не встретите, не увидите. Чаще всего они у нас произрастают в экологически чистых районах, где-то в лесах, и если вы приедете совсем в какие-то заповедники, или если вы приедете куда-то в горы, где совершенно нету построек, где люди не живут, там вы можете увидеть так называемые бороды. Это так называются лишайники, которые у нас очень длинные, кустистые, которые даже свисают с веток, тем самым придавая лесам такой немножечко неряшливый вид. Сейчас мы с вами поговорим, почему это, зачем, за что и так далее. Значит, в зависимости от того, какой гриб, с какой водорослей у нас вот этот симбиоз образовал, у нас лишайники могут быть совершенно разных оттенков, начиная с серо-зеленых и заканчивая даже желто-розовыми. На самом деле существует очень огромное количество видов лишайников. Мы изучаем в основном их достаточно узкий диапазон. Все потому, что мы изучаем в основном именно те лишайники, которые в нашей широте встречаются и которые нам встречаются в повседневной жизни, в принципе. Но если мы, опять-таки говорю, куда-нибудь в горную местность, например, отправимся там, где у нас будут голые скалы, голые камни, там мы можем увидеть огромное количество лишайников совершенно разных цветов, начиная от того, что они могут быть очень темно-зелеными, почти черными, и заканчивая тем, что они могут быть ядовито-салатовыми, розоватыми и другими оттенками. Очень интересно, кстати, за ними наблюдать. И в большинстве случаев именно в горах они все накипного типа. Значит, в нашей широте мы с вами можем встретить резокарпон географический. Он чаще всего встречается у нас на камнях, и на камнях достаточно старых. Далее у нас идет пармелия, ксантория. Вы их можете увидеть даже на нашей территории. Вы можете выйти у нас куда-нибудь во двор, и вы их увидите. Чаще всего они у нас произрастают именно на деревьях. Там, где у нас экологически чистые зоны, там, где у нас практически нет выбросов в атмосферный воздух, то вот эти пармелии и ксантория, они могут просто покрывать всю поверхность дерева, какие-то ветки могут полностью окутывать. И благодаря чему будет, конечно, не очень эстетический вид деревьев. Будет казаться, что деревья у нас на самом деле старые, дряхлые. Даже если они молодые деревья, просто именно лишайники в данном случае у нас чувствуют себя замечательно. Далее у нас есть еще уснее, люснее. Я не знаю, как правильно ударение оставить, простите, пожалуйста. Это так называемые бороды, так называемые висячие наши лишайники, кустистые. Их вы у нас не встретите нигде. Значит, почему лишайник – это растение, которое растет очень медленно и которое реагирует на любое изменение экологического фона территории, на котором он обитает. Поэтому, если вдруг изменяется экологическая обстановка, большое количество выбросов в атмосферный воздух, лишайники, они в первую очередь у нас реагируют на атмосферу, не на гидросферу, не на почву, а именно на состояние атмосферного воздуха. Если там появляются какие-то загрязняющие вещества, особенно в виде каких-то кислот, всевозможных оксидов и так далее, то лишайник просто отмирает. И вы, кстати, можете это заметить, если вы бываете в центре Москвы, вы можете увидеть, что именно на деревьях, там очень редко встречаются лишайники, или если они встречаются, то они там совсем дохлые и маленькие, то есть они там выживают кое-как. Вот именно кустистый лишайник, он на самом деле в первую очередь реагирует на изменения атмосферы, атмосферной экологии, и он отмирает в первую очередь. Именно поэтому не в городах наших, не в лесах вы его не встретите. Возможно, где-то в глубине леса вы сможете встретить кустистый лишайник в, как сказать, в таком, как сказать, виде там, в грустном виде, что они будут не очень хорошо развитые, бородами не будут свисать, но все-таки они могут там произрастать, ну, как вот здесь вот там было показано. Вот что-то в этом духе они могут расти. Но развиваться вот до такого состояния, до длиннющих бород, ну, простите, их бородами, да, называют бородами, бородами, вы их не встретите. Значит, если мы будем с вами говорить про внутреннее строение лишайника, то, в принципе, основу тела лишайника или талома, да, по-другому, у нас составляет именно грикифы гриба. То есть это они находятся у нас снаружи, то есть это внешние покровы, внешние покровы, это все гриб. Посередине у нас находятся, соответственно, водоросли, да. Форма гриба у нас зависит от, форма, простите, лишайника у нас зависит от вида гриба, который у нас входит в так называемый симбиоз с водорослей. В 98% случаев у нас все-таки аскомицеты входят в симбиоз. У нас бывает базидомицеты в очень редком случае, но и дейтеромицеты, это вообще в исключительных случаях, но тоже у нас они как бы составляют вот этот вот симбиоз с водорослью. Какое, как это, почему же этот симбиоз у нас происходит? Почему же все-таки грибы у нас с водорослями вот этот союз образуют? А все очень просто. Просто водоросли у нас, ну это на самом деле такое достаточно взаимовыгодное сосуществование, потому что водоросли обеспечивают гриб питательными веществами, которые они выделяют в процессе фотосинтеза. В процессе фотосинтеза, помните, у нас образуется глюкоза, которая впоследствии у нас преобразуется в крахмал. Ну а грибы не дают водорослям засохнуть, они дают им такую благоприятную, как сказать, среду обитания. Ну и поэтому, в принципе, наши лишайники могут расти даже в местах, где у нас бывают редкие осадки, где осадки у нас редко выпадают, и они прекрасно себя при этом могут чувствовать. Именно поэтому лишайники у нас заселяют достаточно обширные территории. Так, далее это у нас размножение лишайников. Но вообще, в принципе, в большинстве случаев, в большинстве своем, у нас все-таки лишайники вегетативно размножаются. Что значит вегетативно? Это значит, что от лишайников у нас отделяются кусочки слоевища, которые с помощью ветра, с помощью животных, с помощью птиц будут перенесены на новое место обитания и, собственно, там прорастать. Грибы, которые входят в состав лишайника, они, в принципе, способны размножаться и с помощью спор, которые созревают внутри плодовых тел. Но, в принципе, в большинстве случаев размножение лишайников именно вегетативное. Значит, в большинстве случаев наших, например, широтах, у нас есть какие-то непередшие территории. То есть если где-то случайно какое-то дерево, какой-то птице, у нас было занесено кусочек лишайника, вот этот вот вегетативный кусочек, и он там начинает размножаться, себя хорошо чувствовать. Чаще всего на этой ветке у нас шиповник уже, лишайник, начинает эту ветку окручивать и просто заполнять всю территорию данную, где он живет. Потом, впоследствии, дожидаясь нового гостя, нового животного, новую птицу, лишайники также переселяются на новые территории. И когда мы с вами говорим про вегетативное размножение, про кусочки слоевища, мы не говорим, что нужен прям кусок, да, огромный кусок этого лишайника. Иногда хватает микроскопического кусочка, который птица, например, может, и птица может остаться на ее лапках. И впоследствии, садясь на другую ветку куда-то, у нас этот кусочек укореняется, можно так сказать, на данной территории и себя прекрасно чувствует. Значит, какое у нас экологическое значение лишайников? Экологическое значение лишайников у нас очень и очень велико, прям оно огромное. Не знаю, говорите вы на биологии об этом или нет, но лишайник у нас играет просто огромную роль в субсессии, в первичной. Слышали про это? Говорили? Что этот вопрос в Олимпиадах у нас самый яркий, самый частый, если мы говорим про именно значение лишайников, то у нас всегда первичная субсессия начинается с лишайника. Вы помните, что знаю такое субсессия? Ну ладно, раз вы не помните, я вам напомню, что субсессия – это у нас, если мы говорим про первичную субсессию, то есть у нас заселение территории, на которых ранее никогда не произрастали никакие ботанические виды растений. То есть чаще всего мы говорим про первичную субсессию, если мы говорим с вами про скалы, если мы говорим с вами про голые камни, если мы будем с вами говорить про новообразованные острова. Например, если мы возьмем с вами Гавайи, помните, прекрасные Гавайи, это у нас острова вулканического происхождения, то есть у нас где-то посреди океана просто начинает извергаться вулкан, извергается, извергается, извергается. В процессе застывания магмы у нас над поверхностью океана или моря начинает возвышаться какой-то остров голый, потому что, как вы помните, магма у нас достаточно больших температур разогревается, она раскаленная, и ничто на ней не может выжить. Потом по прошествии какого-то времени, времени много должно пройти, очень много, на данный остров начинает у нас прилетать птица, используя данный остров, допустим, как какой-то перевалочный пункт в перелете с севера на юг, с юга на север и так далее. Ну и благодаря птицам у нас на данной голой земле, земле относительно, на наших камнях голых, у нас появляются лишайники. Лишайники – это самые медленно растущие растения, симбиотические растения, они очень медленно растут, ну и, соответственно, через достаточно большое количество времени, отмирая, у нас лишайники дают такую полутородную почву, то есть у нас начинает образовываться подобие земли, подобие перегноя. Потом уже после лишайника, у нас на смену лишайнику, у нас приходят потом мхи, а после мхов уже через много-много-много-много лет у нас приходят уже травянистые какие-то растения. То есть лишайники у нас всегда начинает процесс сукцессии первичной, потому что мхи у нас на голых скалах, на голых камнях жить не могут. Им нужно всегда какая-то, хотя бы какой-то, как это сказать, субстрат для прикрепления, укоренения, потому что вы помните, да, у них есть резоиды, которые, соответственно, прикрепляются, ну, не к камням, там хотя бы какой-то у нас должен быть слой рыхлый, куда может, соответственно, мох прикрепиться. Вот. Если мы будем говорить с вами про экологическое еще значение, то лишайники у нас еще употребляются в пищу животными. То есть у нас идет как кормовая база для животных, да, например, тот же самый олень и мох, да, это же на самом деле это лишайники. Потом лишайники у нас используются людьми очень активно, например, в качестве лекарственных средств. Ну, в основном в народной медицине, конечно, но все-таки они используются. Далее у нас лишайники также используются для красителей. Например, если вы знаете, что у нас существуют такие индикаторы, да, лакмусовые бумажки всевозможные, вот там вот у нас используются лишайники для изготовления вот этих химических индикаторов. Вот. Ну и если уж совсем говорить, то и люди в некоторых случаях у нас лишайники могут употреблять в пищу. Некоторые народы, например, прекрасно себя чувствуют, употребляя в пищу как какое-то средство пополнения витаминами, минералами свой организм. Ну, собственно, в принципе, про лишайники у нас все. Тема небольшая, тема достаточно легкая. Если мы будем говорить про лишайники, то именно в подготовке к Олимпиадам, а у нас все-таки с вами курс подготовки к Олимпиадам, у нас используется в основном экологическое значение лишайников, где лишайники у нас чаще всего проявляются и себя показывают. То есть, в принципе, лишайники это либо в субцессии, либо лишайники могут быть использованы как природные индикаторы состояния окружающей среды. Вот еще я вам про что не сказала. Например, если вы хотите узнать, может быть, кому-то я уже из вас говорила, я прошу прощения за это. Если вы хотите узнать, в каком именно районе вы живете, насколько экологически чистый у вас воздух, тогда вы должны подсчитать, сколько лишайника у вас в вашем районе, например, произрастает. Если у вас есть, например, деревья, у нас есть деревья во дворе, мы подсчитываем, сколько во дворе у нас деревьев. Если у нас 10 деревьев, причем 10 из 10 деревьев у нас покрыты лишайником. Далее мы оцениваем, насколько плотно у нас дерево покрыто лишайником. Является либо это единым очагом произрастания лишайника, например, это с 5-рублевую монетку у нас, да, оно там растет себе лишайничек кое-как. Или же у нас бывает, что лишайник покрывает все ветви растения, потому что чаще всего все-таки лишайники у нас именно с ветвей растения начинают. То есть ветки, они покрыты очень хорошо и полностью, а вот на стволах деревьев его уже меньше, но просто потому, что вот этот вот вегетативный кусочек нашего талома сложнее закрепляется на стволах именно деревьев. Вот, смотрите, если у вас достаточно много деревьев, покрытых лишайником, значит, у нас экологическая обстановка в районе достаточно хорошая, потому что лишайники, как я уже говорила, они в первую очередь реагируют на изменения атмосферного воздуха. И, соответственно, если у вас поблизости есть какая-то автостоянка, которые очень часто там стоят, просто газуют машины, выброс большой вот этих вот выхлопных газов, если у вас есть какие-то свалки, да, на постоянной основе, которые, ну, мусорки, да, какие-то долго не убираются, идут какие-то выделения вследствие там нагревания там ультрафиолета или там вследствие там перегонивания, вследствие там дождей и так далее из вот этих всех пластиковых отходов, это все будет влиять на состояние лишайника. Он постепенно будет уходить. То есть, соответственно, если мы видим лишайник, экологическая обстановка хорошая. Живем мы хорошо, воздух у нас относительно чистый. Нам осталось с вами еще поговорить про грибы. И нам осталось еще с вами затронуть тему фотосинтеза. Пора говорить именно про сам химический, как это сказать, химические реакции, которые у нас происходят в момент фотосинтеза. И каким именно образом у нас растения используют энергию солнца для того, чтобы получать вот эти самые питательные вещества.